Друзья, у нас впереди очередной шлюз автоматический, то есть он без операторов. И сейчас покажем вам, как необходимо его пройти. У нас есть вот такой вот пульт ВНФ, это вот общая система навигации получается по рекам Франции. И не доходя 300 метров к шлюзу, есть вот такой столбик. Мы сейчас движемся поближе к нему. И в нем как раз находится передатчик к нашему культу. Когда мы будем поближе, нужно будет нажать на него. И наверху есть такой вот проблесковый огонь, он должен начать моргать. Попробуем нажать. И вот он заморгал, кнопка сработала. Не знаю, на видео, наверное, не видно его моргания. Мы с вами можем двигаться дальше в шлюз. Вот мы добрались до шлюза. У нас с правой стороны светофор. Горит красный. И горит зеленый справа. Это значит шлюз в работе. И мы будем ждать зеленого сигнала, когда нам откроют целиком ворота. Ну, они автоматически откроются, и мы зайдем в шлюз. Мы зашли в шлюз. Здесь, чтобы пришвартоваться, нужно обязательно вылезти по лестнице наверх. Вот уже один кнефт. Сейчас пойду ко второму. Он довольно-таки далеко. Поэтому нужно иметь обязательно длинные швартовые, чтобы хватало и на высоту шлюза, и на еще некую растяжку. Ну что, мы закрепили лодку. Можно теперь запускать шлюз. Шлюз запускается также вручную. Вот у нас здесь такой вот аппарат стоит. У него две трубы, красная и синяя. Для того, чтобы шлюз запустился, нужно синюю трубку поднять наверх. А красная трубка нам нужна для экстренной остановки шлюза. После того, как мы наверх подняли синюю трубу, у нас снова загорелся проблесковый маячок на мосту. Ну, не на мосту, на воротах. И ворот сейчас закроются. После того, как ворота закрылись в шлюзе, дальше открываются затворки. И начинается наполнение шлюза. Шлюз почти уже набрался. Осталось не так много. После его заполнения у нас просто открываются ворота перед нами. Ничего больше нажимать не нужно. Мы спокойно отшвартовываемся и выходим. Так проходятся автоматические шлюзы во Франции.